доброе утро мои дорогие смотрите какие у нас туманы середина декабря даже калиновку вообще не видно вот у нас в мурманске в сентябре такие туманы а тут декабре тихо прям второй день нет ветра с утра влажность такая утром выходишь на голых ветках капли висят красиво красиво своей красотой конечно красиво чего ты так испуганно смотришь я же тебя кормлю хожу на помойку вон эти листочки молоденькие вот эти вот я не знаю как они называются кусты которые все забивают они вот зеленые летом и зимой сейчас доеду до перекрестка до ближайшего магазинчика назад пешочком пройдусь потому что до автобуса до следующего ой-ёй-ёй редко ходят конечно ужасно причем ой-ёй-ёй это четыре часа а тут идти-то километр ровно пешочком дойду прогуляюсь давно не ходила все дома сижу ой уже так хочется вырваться как хочется не могу я долго на одном месте да еще и одна так сами понимаете жилет мой не в счет я с ним очень мало общаюсь ну с ним и поговорить то не о чем ну не о чем вот настолько человек ну не знаю он не глупый нет он пожитейски мудрый но простой что ли слишком не интересный я не знаю я таких людей не понимаю которые вот так живут каждый живет так как он живет ну вот съездила магазин сейчас пойду назад пешочком прогуляясь вот встретила еще одного толика таксиста в магазине так что девочки мои питерские вам привет помните летом марина приезжала из питера гости ко мне шашлыки жарили мы с ней такая веселая девчина вот она сейчас работает в красной зоне уже сама к видом переболела после отпуска сейчас я вам фотографию покажу она даже и во всей этой космической одежде все равно видно что она веселая вот так толик приезжал магазин за сигаретами кому-то да у нас таксисты не только перевозчики но и служба доставки но вот если есть свой таксист можно заказать ему все что угодно и он привезет начиная от хлеба сигарет я не знаю чем кончать ну наверное это я так думаю во всех наверное маленьких поселках и городках ну во всяком случае здесь так я раньше с этим не сталкивалась а теперь привычно на ходу конечно видео дрыгается приеду в питер надо заказать на алиэкспрессе стабилизатор я тут нашла маленькие прям маленькие 300 грамм весит вот который у меня был так у меня через пять минут рука от него от отваливалась он очень большой был надо вот маленький заказать вот чего я не договорила насчет жильца своего вот у меня подруга моя иринка мурманский она тоже такая я ее очень люблю я и знаю уже больше тридцати лет но мы настолько разные вот ну нет никаких интересов понимаете работа с работы пришла покушала полежала телевизор работает вот это как проснулись телевизор включили и вот там какая-то простите господи херня идет весь день я вот когда у нее жила в мурманске меня просто голова распухает я не смотрю но она все равно лезет в голову вот эти какие-то суды нелепые постановочные я не знаю как можно их смотреть вы чё на суде никогда не были на обычном ну в общем я этого не понимаю по мне лучше чем-то заняться может быть тоже кому-то кажется что я ерундой занимаюсь а я не могу по-другому мне надо чтобы меня руки были заняты у меня когда руки заняты то вроде и голова занята вроде и мысли особенно плохие в голову не лезут ну это видимо наверное каждому свое о какой посреди поле огородили участок строиться будут хорошо вот видите тут газ проходит ой камни я еще иду тут спотыкаюсь а перед нам перед нашей волной как раз этот газ заканчивается и будет ли когда-нибудь газ вот у меня подходит баллон к концу опять надо видео просить но может я надеюсь может хватит до моего объезда потом пока меня не будет может у меня поменяет так еще это все не так просто понимаете ладно бы там можно было ну как все делается в современном мире да позвонил и тебе привезли баллон этот пустой у тебя забрали но ведь все на самом деле не так его нет надо выловить но чем а когда у тебя нет машины то вот это надо все время кому-то обращаться кого-то напрягать а я этого очень не люблю вот иду еле-еле нога за ногу с вами зато хоть поговорить можно то поговорить то не с кем вот оно одиночество сегодня с утра смотрела я вам прошлом видео говорила психолог сатья вот не знаю что это за имя у него смотрела сегодня его лекцию ну про алкоголизм вообще столько для себя нового открыла интересно очень ну у него юмор но это просто вот понимаете фонтаном бьет он это не нудные лекции это просто вот там зал валяется он говорит я сам пил а люди спрашивают его там из зала ну и как мол жалеете о том времени он говорит да вы что это лучшее время в моей жизни есть что вспомнить только детям рассказать нельзя ой не могу и вот в него любой темы которые он касается но там просто очень интересно прям я я удивляюсь почему я раньше на него не попадала психологию то люблю я ну не всегда конечно но иногда причем меня алинка моя заинтересовала она же психолог была по образованию и вот мы с ней много разговаривали на разные темы и мне очень нравится но мне не нравятся вот эти лекции уторные а его я смотрю вот час лекции это идет пролетает просто вот так интересно и смешно и о многом даже не задумываешься вот эти все отношения мужчины и женщины ну и не только там у него много всего так что прям советую особенно молодым очень интересно такой мужик харизма такая у него как он говорит я глубоко духовный человек но это не бросается в глаза еще сегодня с утра а чё-то так проглядела одно видео кусочками перемотала про модные головные уборы этой зимой ну понятно там сплошная реклама там европейские марки все эти бренды и оказалось что я много лет хожу в очень модном головном уборе особенно моден он в этом сезоне и это отдельный капюшон вот у меня есть капюшон вот такой вот он на молнии от куртки куртки уже давно нет а капюшон этот валялся валялся и потом я стала его что-то одевать и так удобно я очень люблю капюшоны но не у всех курток капюшоны есть и оказывается это очень модно вот потом очень модные в этом сезоне шапки-ушанки окончательно вышли из моды но это давно уже вышли вот эти вязаные шапки с пумпонами такой инфантилизм когда взрослые люди ходят в шапочках с пумпончиками так что на зиму я упакована шапками у меня и ушанка есть причем модная которую сверху ну баллоне обшито внутри мех искусственный вот и капюшон у меня есть и вот что я последнюю шапку себе сшила в общем короче говоря ну конечно какой-то глупость кожаные платки в моде ну косынки кожаные вот от него тепла то да и красоты но это деваться некуда мода есть мода как говорила коко шанель мода это то что выходит из моды а есть вещи классические которые всегда в моде вот листья опали и все дома стало видно с дороги а летом их не особенно и видно то все же в зелени вот так что мои дорогие я вам все свои новости успела практически рассказать поболтать с вами пока дошла это хорошо когда хоть так вот виртуально можно поговорить а еще про шапки в моде шапки вязаные но такие небольшие объемом прям по голове без всяких отворотов без всякого вот это вы небось многие скажете вот на хрена она нам надо ну как не знаю я вот не сказать что я прям вот моды увлекаюсь нет вообще не увлекаюсь но иногда интересно даже бывает вообще что сейчас носят в чем ходят и как ты соответствуешь хоть чуть-чуть или совсем колхоз 40 лет без урожая не это оказывается все у меня в порядке ну единственное что у меня нет таких денег чтобы покупать брендовые вещи ну и фигура конечно не дает этого сделать а так все нормально все строится да людей на волне становится больше даже зимой то вот я помню еще года четыре назад ну мы тогда то на машине ездили с алинкой но все равно вот выезжаешь из дома на остановке никого или может один человек сейчас три четыре человека уже есть это это тех кто ездит на на маршрутке а машина так постоянно туда-сюда мотается ну и тут тоже стройка началась вот я уже почти дошла он уже остановка то хорошо прогулялась потихонечку вот это вот еле еле аппетитно гуляла сейчас приду покушаю и опять займусь своими делами но это уже как говорят совсем другая история пока пока мои дорогие а а а